всем привет сегодня у нас выходной день утром шел дождь такой больше похожий на ливень сейчас вроде бы дождя нет и не обещают до самого вечера в общем сегодня хотелось бы в этом видео показать ход строительства корпусов 28 которые у нас расположены за 25 и за детскими садиками он видите да отсюда из окна видно как там сейчас вбивают свои ход строительства станции новомосковская ну и также мы пройдемся до жилого комплекса москвички покажем ход строительства электродепо мы сейчас подошли корпусу 252 и отсюда через такой сетчатый забор мы видим как строится корпус 28 не знаю какой он по номеру будет по идее по карте пик там несколько домов несколько башен там будет 1 2 3 4 но мы по номеру не знаем что это за башня но это 28 не воскресенье поэтому такой оживленности настройки нет но все равно люди какие-то работают в общем на данный момент у нас вторая очередь ограждена от корпусов 28 вот таким вот забором нас корпус 251 впереди позади нас уже 252 сейчас пройдем до конца 251 и там дальше за забором будет перед нами строительство новой школы так вот вы сейчас пришли как раз к забору который за 25 и перед нами вот идет строительство вот этой дороги эта дорога будет как раз и нас вот этим вот дорога мимо корпусов 251 252 здесь слева от этой дороги у нас будет строительство школы с школьным стадионом и прямо по курсу у нас вот у нас да это корпуса 22 и вон те четыре башни это корпуса 21 здесь кстати между домами 2523 и 22 куча вот таких вот стеклопакетов вокруг корпуса 222 идет укладка асфальта полным входом он скатается каток сейчас укатывает асфальт принципе плитка уже уложена деревья кусты посажены сюда мы можем увидеть перед нами корпуса 222 221 здесь у нас все строительные лифты убраны корзинки для кондиционера везде развешаны и корпуса 21 здесь тоже уже что всех четырех башнях висят корзинки для кондиционеров сейчас пойдем посмотрим на них со стороны пруда смотрите здесь мы как раз идем мимо ивановского кладбища как отсюда у нас выглядят все эти корпуса это у нас корпуса 214 башни первые этажи которые у нас монолитные там уже плитка выложена в принципе все закончено там рядышком с ними красот ближе к этому забору уже открыта стоянка установлен шлагбаум там сейчас размещена какая-то часть автомобилей которые в принципе перевели уже со стоянки где возле потапова так что стройка идет полным ходом вот он вид на кладбище принципе кладбище так безрядно заросло поэтому вид будет просто на ту зелень которая здесь находится пару месяцев назад здесь кстати возле этого забора который огораживает стройплощадку были просто заросли из вот таких вот высоких деревьев и буквально месяц назад здесь за один день все спилили и стал наконец-то виден забор и корпуса 21 стали лучше видны отсюда вот там вдалеке уже виднеется жк москвичка сейчас мы как раз идем к той дорожке которая соединяет жк бунинский луга и жк москвичку и ведет к метро коммунарка там просто хотим посмотреть как идет строительство электродепо и глянуть уже убирают эту дорожку или еще пока не убирают чему-таки резвятся купаются гоняются друг за другом да вот этот раз отсюда покажем как выглядят бунинский луга со стороны пруда он там левая сторона берега там тоже бывали местные жители но и жители же к москвичке ходят гуляют устраивают пикник но главное конечно убирать за собой в большинстве случаев как бы весь мусор остается на берегу пруда что не очень хорошо вот кстати утки он подпрыгивает а может быть это молодые учатся летать утки они же молодые здесь маленькие может они учатся летать взлетать типа родители готовятся уже скоро улетать если они будут улетать у нас уйди пожалуйста мне кажется там что-то поймал вот отсюда мы как раз с этой стороны пруда видим строительство третьей очереди звонки он башни до белая оранжевая вот песочного цвета такого черненького и белого там где краны стоят это у нас третья очередь справа здесь настраивать то есть вот дом ближайший к нам это 251 он тот за ним 252 здесь справа вот это 21 до 4 башни 22 там дальше уже идет 23 и потом 24 на 24 отсюда уже не видно то есть он закрыт у нас домами 25 и 23 да ну так стало гораздо больше кстати мы здесь обычно так гуляли уток здесь но не такое количество может они где-то конечно же там подальше находились но сейчас их здесь просто куча вышли мы уже на эту дорожку прошли пруд ивановский и сейчас вот дальше за вот этой посадкой должно показаться строительство электродепо мы дошли уже до строительства этого нашего депо как здесь все поменялось мы здесь были буквально две недели назад также шла дорожка но слева и справа была еще трава и трава была вот по самого края леса что здесь сейчас происходит да сейчас здесь у нас выбрали эту часть грунта он как раз пульдозер там работает справа от посадки там экскаваторы вдалеке здесь нарыли конечно же серьезно и слева от дорожки тоже там накопали целую кучу сняли грунт дорожку по-любому уберут видимо электродепо будет аж до самой посадки поэтому убираться здесь будет все называться это электродепо будет электродепо столбова обслуживать она будет сокольническую и строящуюся троицкую линии и возьмет на себя функцию не построенного электродепо саларьева вот электродепо в эксплуатацию также запланирован на 2023 год как и новая станция метрополитена новомосковская изначально был запланирован пуск электродепо саларьева 2014 году тоже расположение должно было быть на сокольнической линии начали это депо строить между закрытым полигоном тб осаларьева и хованским кладбищем сроки открытия этого объекта очень часто и много раз переносились и зимой 2018 года строительные работы вообще были полностью остановлены и заявили власти москвы что возведение депо больше невозможно по каким-то техническим причинам поэтому было принято решение электродепо саларьева переименовать перенести на новое место и построить электродепо уже сосенская ну а дальше она уже получила название как электродепо столбова вот как вы видите да но расположена как раз между жк москвичкой вот и справа лесополоса такая небольшая посадочка ивановский пруд и уже бунинские луга раньше когда идешь по этой дорожке везде слышалось там как сверчки орут кузнеевички там куча птиц да сейчас у нас здесь слышно как работают экскаваторы бульдозеры строительная техника и скорее всего прям вот до этой посадки снесут вот эту вот дорожку и будут располагаться пути для электропоездов станции метрополитена сокольнической ветки здесь уже кстати разровняли все там идеально практически да куча ровно посередине слева все разровняли справочность разравнивают вдалеке там видны большегрузы машины экскаваторы биотуалеты для работников ну загажена уже дорожка здесь и и может быть как-то ну да и немножко почистили но все равно осталось загажены а там дальше вот между двумя ли с полосами у нас расположены краны то есть уже что-то там монтирует вот как выглядит здесь такая вот куча грунта которую надвигали вот отсюда час мы давно с другой стороны жк москвичка уже показываем вот посередине у нас куча которую сдвинули с двух сторон и вот дальше вот вы видите да там краны стоят с длинными стрелами он бульдозеры тоже чистят большегрузы стоят и слева вот она уже жк москвичка то есть прям под окнами буквально 100 метров и вот здесь вот начинается такая зона строительства электродепо а если отсюда посмотреть по этой пешеходной дорожке да он там он далеке видны бунинские луга то есть видна вторая очередь до дома 21 и первую очередь пойдем мы сейчас назад пройдемся через вторую очередь пойдем же покажем как это строительство метро станции новомосковская и от ветки сокольнической линии которая к ней подходит около двух месяцев назад был открыт также проезд между второй очередью и первую очередь у строительства здесь проезд облагородили между первой 2 правительства у нас идет улица под названием проспект Куприна. Вроде бы пока не анонсируют даты завершения здесь строительства, но, как говорят некоторые источники, что завершение будет в 25-м году. Здесь у нас на углу дома 231 открыли уже аптеку Горздрав. Очень давно ее уже сделали, эту аптеку, помещение, завезли лекарственные препараты, но она где-то месяц стояла, не могла открыться. Тут буквально неделю назад она открылась. Здесь на углу 232 у нас открыли вот такой вот магазин по продаже фруктов и овощей. В домах 24 вот с этой стороны до стороны 232 открывают супермаркет первым делом. Он относится к сети Dixie. В доме 231 у нас скоро должен открыться мини-маркет. И здесь чуть дальше должен открыться магнит-косметик. Он там уже устанавливает полочки. В ближайшем к 232 корпусе 24 открылся уже, наверное, месяца два назад такой вот магазин стройматериал и билд. Это сеть? Это сеть, да, она у нас открыта и в первую очередь строительство, и во второй вот тоже. Слева у нас как раз идет строительство детского сада. В общем, уже будут вестись отделочные работы, потому что поставили уже леса, огородили все вот такой вот сеткой, чтобы пыль и грязь не летела со стройки. Так что будут уже что-то там делать. Будем наблюдать. В корпусе 84, корпус 2 у нас будет открыт вот такой вот магазин разливных напитков и школа балета с двух лет. Сейчас мы направляемся в сторону поселка Комунарка. Здесь у нас идет улица Александра Монахова. И вот слева у нас дачи находятся, да, здесь такая дорожка. И справа у нас открывается вид на третью очередь строительства Боннинских лугов. Значит, стройка кипит в выходной день тоже. Куча кранов, да, куча домов уже построена. Давайте сейчас остановимся и подробнее расскажем про то, какие у нас здесь корпуса в третьей очереди. В общем, вот этот дом, ближайший к нам и к дороге, это корпус 331. Вот далее 332, у них общий двор вместе с корпусом 331. Слева башня вот такого песочного цвета, это 353. Далее белый цвет башни, это 351. И за ними строятся еще 4 башни. 363, 352, 361, 362. Можно сейчас наблюдать, кстати, такую картину, как отсутствие некоторых плиток на фасаде здания. То есть это те плитки, которые плохо держатся на основных панелях от компании ПИК. Они либо отваливаются при установке, либо при перевозке этих плит. Либо, когда проверяют рабочие целостность панели, видят, что они держатся плохо, их сознательно сбивают. Значит, насчет этого волноваться не стоит. Фасады здания и плитки на нем будут восстановлены чуть позже, когда их будут уже приводить в нужный вид перед сдачей собственникам жилья и приемке управляющей компании. Поэтому проблем не будет. Все это сделают при помощи промышленных альпинистов. Вот, да, посмотрите, строят следующие башни. Здесь, кстати, башни не монолиты. В первую очередь строили еще монолитные конструкции. А здесь, как, в принципе, во второй очереди, первый этаж и подвальное помещение – это монолит. А дальше уже все выполнено панелями. Вот эти башни тоже сделаны из панелей. Итак, сейчас мы идем по дороге, которая будет у нас неким таким дублером Александры Монаховой. Для чего это делают? Это делают для того, чтобы построить такую временную эстакаду над одной из этих дорог, да, чтобы вот эта линия сокольническая, вот слева, можете показаться, да, вот он, тоннель идет, чтобы этот тоннель проходил под дорогой. И половину сейчас, вот одну из этих дорог, да, перегородят. Здесь будут возводить эстакаду. Справа вот стоят у нас краны. Это как раз будет у нас станция метрополитена новая, которая будет называться Новомосковская. Ее еще кое-где в путеводителях называют станцией Потапова. Мы уже подошли до строящейся станции метро Новомосковская. Значит, расположена она у нас в поселении Сосинское. Открытие запланировано на 2023 год. Вот, смотрите, здесь как раз виден тоннель метро, который уже довели до улицы Александра Монаховой. И вот здесь вот как раз расположена у нас третья очередь строительства. И там вон оранжевые домики, да, это у нас вторая очередь строительства. Итак, сколько у нас времени занял пеший поход от второй очереди до станции метро? Около 15 минут, в общем, неспешного шага, и мы дошли уже до станции метро. У нас, получается, четыре входа будет. Один в сторону Глобуса, один в сторону третьей очереди, и два будут вон там, вон в конце уже. Тоже в разные стороны выходы. И вот здесь вот у нас магазин Супермаркет Глобус. Тоже довольно-таки большой продуктовый магазин. Ну, Супермаркет, да, будем так его называть. Рядом расположена большая стоянка. Наверное, когда здесь построят метро, это у нас будет конечная станция с оконической линией. Наверняка здесь будет некий транспортно-пересадочный узел, как-то сделано в коммунарке. В станции метро коммунарка. Для того, чтобы автомобили уже приезжали сюда, оставляли и ехали уже на метро. Здесь вот у нас идет тоннель. И здесь недавно повесили вот такой вот плакат строительства. То есть здесь у нас будет как раз то, о чем мы говорили до этого. Здесь будут развязки, чтобы построить вот эту вот ветку. Подошли уже к строящемуся тоннелю с оконической линией. Вот посмотрите, слева от нас виднеется вот вторая очередь, как уже показывали. Вот третья очередь строительства, третья вообще рядом, как показывают путеводители на сайте ПИК. От третьей очереди до станции метро будет идти 10 минут. Ну а от второй очереди уже 15. Мы сами засекли, сами проверили. 15 минут у нас ушло неспешным шагом дойти до станции. До начала, по крайней мере, станции. На этом наше видео подошло к концу. Всем спасибо за просмотры. Ставьте лайки, если вам понравилось это видео. И также пишите комментарии. Хотели бы вы увидеть такие же видео с прогрессом этой стройки. Скажем так, через 3 месяца, через полгода. Чтобы мы иногда все это дело освещали и показывали, какие сейчас произошли изменения. Всем пока!